ну вот значит мы сейчас находимся как раз у выхода из дома крыльцо я сам делал поэтому не смотрите тут достаточно все сделано а тут уже вот там брусчатка соответственно положено у меня тут была забетонирована дорожка и и все дорожки у меня вплоть до отмостки вплоть сам автонавес все было сделано на уже бетонное основание хорошие вот поэтому уложили на бетонное основание плюс делали песок до промывали песок и делали пескоцементную смесь сухую так называемую горцовку вот значит по стоимости значит расценки наших работников были 200 рублей за квадратный за погонный метр бордюра чтобы установить вот один бордюр стоил 200 рублей и 600 рублей за квадратный метр брусчатки вот вот так вот вы выложили они дорожки потом присыпали песочком но сразу скажу что после дождя надо еще будет просыпать а тут интересно они так сделали вот именно дорожки они делают по принципу такой горочки сейчас я не знаю видно будет нет то есть она пологая такая она вот прям такой дугой небольшой идет и вода она стекает сразу две стороны вот по такому же принципу они сделали автостоянку то есть автостоянка получается у меня самый верх находится примерно в ее центре где-то вот там и тут по радиальным вот таким вот направлением идет уклон небольшой в уже к периферии то есть во все стороны получается даже если какая-то вода попадает косым дождем она стекает без проблем то есть нигде никаких луж не остается вот сейчас поближе посмотрим то есть тут они тоже положили бордюры но они бордюры положили уже плашмя и сделали тоже брусчаткой вот так вот обыграли они тут у меня канализационный люк вот поставили они мне новые подняли канализационный люк вот тут остался песок я не стал убирать потому что еще придется подсыпать песочек после сильных дождей он потому что идет туда в пазы вот небольшой промежуток между воротами остался чтобы но никакая живность сюда принципе не не залазила так и сейчас пройдемся по самому по самим дорожкам покажу вам значит как все сделали тут вот видите узел стыка то есть тут стыкуется получается дорожка она как вот идет одним узором она туда дальше идет тут они сделали стык прорезали такой вот шовчик и отмостка у меня конечно широкая получилось где-то метр двадцать поэтому объем большие смыслом может делать такую большую отмостка не было но она у меня утепленная так как были у меня вопросы к фундаменту вот видите крышу меня без водосточки поэтому вода падает вот сюда и вот тут тут уже весь песок он туда ушел в швы то есть нужно еще засыпать побольше чтобы он уже полностью все швы заполнились песком это у нас восточная сторона вот отмостку они сделали вот таким рисунком принципе они спрашивали как лучше ну вот самый такой оптимальный вариант нам показалось это просто вот в разбежку такой вот вертикальный до рисунок от от самого дома вот тут она сырая кстати то ли она тут не высохла еще потому что был дождячок наверное вот она тут такая сыроватая тут примыкание у меня идет к профлисту к цоколю дома то есть я не стал ничего разбирать просто сделали примыкание вот тут у меня небольшой порожек порожек я сам делал еще когда заливал отмостку чтобы не сильно делать уклон чтобы максимально по уровню была отмостка я все-таки сделал порожек потому что сам уклон земли тут больше сами бордюры они укладывали на раствор по ниточке устанавливали и потом уже укладывали брусчатку с помощью киянок то есть тут долбежка была каждую брусчатку они выдолбливали киянками есть другая технология когда делают скоростной монтаж он получается намного быстрее я не знаю как по качеству в общем делают сначала ровное основание из песка или из песка цемента и потом просто выкладывают плиточки без какой-либо так сказать подстукивание так далее потом просто берут вибромашину виброплиту и проходят со специальной насадкой чтобы не повредить брусчатку и проходят то есть тот монтаж намного быстрее делается ну возможно по качеству и также все выходит ну вот тут у них своя технология была и вот у соседа тоже вложили брусчатку там уже вложила бригада а именно строителей которые вообще занимаются именно только вот работами по брусчатке они больше ничем не занимаются они специализируются это же они ему выкладывали брусчатку на там более дорогая брусчатка там браер она прямо такая старый город она прямо очень дорогая и соответственно они тоже выкладывали ее на уже основание бетонная где не было у него основания не заливали тонны и там дорожки и потом уже тоже на пескоцементную смесь выкладывали они ее вручную то есть без применения виброплиты по поводу ухода какого-то тут нету никаких особо рекомендации они мне не дали сказали что просто через два-три дня брусчатка станет на место там вот этот вот даже проливать водой смысла особого нету потому что пролёт это все дождик вот по автостоянке я пока не загоняю ну прошло сколько ну несколько дней прошло не сказали два-три дня достаточно я пока еще все таки не загоняю машину пусть все схватится а с вами был горбунов сергей мой канал в дзене одноименный всем пока ставьте лайк если видео понравилось показалось интересным и подписывайтесь на канал кто еще этого не сделан всегда буду рад читать ваши комментарии видеть вас числе своих подписчиков всем пока